всем добрый день сейчас вам расскажу почему не ставится драйвер на gt730 до видос максимально актуальны и это просто премия актуальность года но все же умеет что рассказать вам именно проблема касается китайских новым видеокарт по типу вот или вот point of view вот одна у меня в компьютере стоит и только что поставил драйвера еще нету часа драйвер с официального сайта поставлю и мы увидим то что он станет со скрицательным знаком и видеокарта не будут работать так как должна последний актуальный драйвер для этой видеокарты я скачал с официального сайта nvidia и установил да драйвер стал с восклицательным знаком и у нас код ошибки 43 сама компания nvidia очень любила в десятых и нулевых годах выпускать одни и те же видеокарты под разными названиями например была такая видеокарта gt8 800 на чипе g92 на этом же чипе была построена видеокарта 9 800 жить и и на этом же чипе g92 была построена видеокарта gts 250 а вот затычками ситуация тоже интересная произошла и видеокарта gt430 была построена на чипе gf108 видеокарта gt520 была построена на этом же чипе видеокарта gt630 и gt730 была построена некоторые версии на чипе gf108 большинство видеокарт gt730 были построены на чипе gk208 который считался более производительным более холодным ну просто более современным и очень много разных версий этих видеокарт было из ddr3 память у из ddr5 и вот на разных чипах и поэтому есть какая-то несовместимость драйверов сейчас ради интереса разберем посмотрим потому что на эту видеокарту нас становится драйвер с официального сайта а на вот эту не становится давайте обе видеокарты разберем посмотрим какие там стоят видеопроцессор в принципе ничего другого ожидать и не требовалось маркировка чипа на этих китайских видюхах затерта вот здесь видно немножко на 2 корр маленькая 730 то что это gf 103 либо 108 на то 108 стопудово до больше ничего не виноват 430 виду маркировку gf108 размер кристалла размер чипа все одинаковое то есть это можно сказать одна и та же видеокарта просто под разными названиями и давайте я вам расскажу как все-таки решить эту проблему с тем что драйвер не устанавливается маленькую 730 поставил в ком просто включил его и тот же самый драйвер подключился у нас и видеокарта работает стало разрешение вот не видит высказательных знаков и так далее что не касается вот это видеокарты с большим вентилятором и радиатором и путь решения этой проблемы только один искать старый драйвер 2014 2015 года сейчас попробую вручную поискать на просторах интернета установить и проверить поможет мне это или нет так я скачал 353 драйвер на официальном сайте nvidia он там кстати до сих пор лежит сейчас чем мы сделаем мы возьмем удалим драйвер на эту видеокарту полностью системы затем сделаем обновить конфигурацию оборудования теперь откроем драйвер и пробуем установить ну это классика в общем-то спустя около часа мучений подбора драйверов и так далее я нашел драйвер где бы вы думали на сайте driver pack solution вот он этот драйвер у нас идет за 2018 год и модель его и номер этого драйвера 391.35 нашел его ну как обычно все еще драйвера нажал правой клавишей айди оборудование айди закинул в поисковик google а и вот с этого сайта я его скачал так что если у вас видюха с восклицательным знаком и вы например купили какую-нибудь 730 130 на marketplace и там или в онлайн магазинах они с пор продаются кстати да интересно посмотреть сколько они сейчас стоят как видим драйвер вроде бы подтянуться но цветокоррекция поменялась но по моему компьютерами завис сейчас я забью в поисковик касте магазина если такие видеокарты продажи до сих пор а все вот драйвер у нас установился без восклицательных знаков все сложно будет коррекцию перезагрузить либо они даже ничего перезагружать не потребовалось он так у нас остановился да как видим эти видеокарты до сих пор продаются новые даже компьютеры с ним продаются но скорее всего с политами asus сами что здесь еще есть проблем не возникнет с гигабайтами а вот типа вот такой фирмы удоре которая вижу в первый раз может возникнуть такая проблема или например а fox тоже такая себе фирма видеокарт золоток нормальные 3d нормальная максум очень подозрительная фирма я видел такие материнские платы которые не отличаются особо надежностью особенно их блоки питания для компьютеров это просто ужас вот как видим этих видеокарт вообще куча ну вот и просто ради интереса решил покрутить на этой видеокарте формах неплохие показатели фпс а значение 7 температура не быстро они растут но в принципе все